добрый день дорогие коллеги меня зовут шаховцова кристина радостью меня быть с вами сегодня наша тема это уход за сухой кожей основном да то есть это как повысить влагоудерживающую структуры в коже но мы также поговорим особенности увлажнения жирной кожи почему бывает жирная сухая кожа и так далее рада буду вашей активности пишите вопросы буду рада ответить на них как всегда есть презентация и как бы приступим к нашей презентации сухая кожа или как повысить влагоудерживающую структуру кожи тема сегодняшнего семена вебинар извините для начала мы должны понимать что есть понятие сухая кожа есть понятие обезвоженная кожа это совершенно разные понятия если мы говорим о сухой коже то здесь проблема в роговом слое сухая кожа равняется сухой роговой слой а чисто клинически мы отмечаем шероховатость кожи шелушения поверхностные морщины чувство стянутости и тусклость коррекции безусловно если мы говорим о роговом слое косметические средства различные а если мы говорим о обезвоженной кожи обезвоженная кожа это кожа с пониженным тургером эта проблема в дерме соответственно в клиническим отмечаем снижение тургера дрябос а ялость глубокие морщины залома и желтоватый оттенок за счет инстанчения дермы и просвечивания подкожно-жировой клетчатки до этого мы можем отмечать желтизму лица коррекция здесь больше будет а мезотерапия и биоревитализация поскольку мы работаем с термой поэтому более актуально будет именно данная коррекция сейчас наша тема больше это сухая кожа соответственно мы сегодня будем акцентировать внимание на работе в эпидермисе и для начала мы должны вспомнить что же удерживает влагу когда на коже в структуре в роговом слое и хочу напомнить что где-то примерно 90 95 процентов косметологического средства которые вы мануально наносите она находится на уровне рогового слоя только пять процентов может проникать более глубоко а соответственно куда девается косметика мы сейчас и разберем в том числе а первая такая как бы влагу удерживающая структура это кожный сэмом либо кожное сало а она формирует тонкую водно-липидную мантию либо ph кожи это мантия называется еще гидро липидная работа двух источников работа сальных и потовых желез а соответственно а липиды мы берем от сэмома потовые компоненты до гидро водные компоненты мы берем из потовых желез данная мантия обычно смывается при практически так или иначе повреждается при умывании она уже там после десяти приседаний она полностью практически возобновляется либо самостоятельно в течение тридцати минут если это здоровая кожа и часа часа она полностью становится такой как нужно как какая она должна быть а вторая структура это липидная структура либо липидный барьер это не гидролипидная мантия это именно обе липидный слой в роговом слое он формируется за счет процесса кератинизации да то есть когда клеточка базальным слоем зарождается кератиноцит а затем проходят те слоя и потом она становится роговым слоем и соответственно отдает свои липиды в межклеточное вещество основой данных компонентов является холестерин а церамиды и незаменимые жирные кислоты а в зависимости от расы может быть разная пропорционарность но как бы для нашей расы больше склоняются к тому что один к одному и к одному должно быть а третье это компоненты натурально увлажняющим фактором они находятся около корниоцитов а сюда входит некоторые аминокислоты молочная кислота и так далее то есть компоненты которые тоже притягивают влагу и удерживают в пределах корниоцита то есть пределах рогового слоя и четвертое это кератин это конечный продукт жизнедеятельности кератиноцита а как и любой другой белок он имеет он колоид и соответственно притягивает и набухает то есть удерживает таким образом влагу а на данном слайде вы видите как бы состав сэбума кожного сала а билипидный слой что он находится в корниоцит между корниоцитами в роковом слое а также вы наблюдаете натуральные компоненты натурально увлажняющего фактора и кератин фотография да то есть рокового слоя нашей кожи данный слайд нам показывает разницу между сэбума и билипидным слоем то есть я еще раз акцентирую внимание что гидролипидная мантия и мантия межклеточных липидов рокового слоя это совершенно разные понятия соответственно на слайде вы видите что сэбум состоит из три глицерина в основном свободные жирные кислоты сквола эфиры холостерина и холостерина но в маленьких пропорциях если говорить о липидах рокового слоя то здесь основ являются церамиды холостерин и незаменимые жирные кислоты свободные жирные кислоты как выглядит здоровая кожа как выглядит сухая то есть данный слайд данная картинка мне очень нравится она характеризирует именно все проявления сухости кожа прежде всего это нарушение билипидного слоя соответственно идет трансэпидермальная потеря воды очень велика при этом проникают не только испаряется не только вода но и проникают различные агрессивные компоненты в том числе и бактерии и вирусы и их продукты жизнедеятельности а таким образом она это влияет наши телца меркели кожа они разрастаются кожа больше зудит человек соответственно чешет и тем больше чем чем больше он чешет тем больше нарушает билипидный строй и так называемый есть такой атопичный порог который нужно соответственно нивелировать за счет укрепления билипидных структур как это делать мы сейчас будем разбирать о принципе косметического увлажнения первый принцип это окклюзия второй принцип это ловцы влаги а третий принцип это восстановление липидного барьера в роговом слое и четвертый принцип это космос а первый принцип окклюзия окклюзия это имитация кожного сэбума и это такая вот пленка непроникаемая да с помощью чего мы можем достичь с помощью таких ингредиентов как глицерин масло ванзелин аланолин животные жиры а большое количество масла ши а когда мы принимаем данный окклюзивный тип увлажнения после пилингов либо после лазерной шлифовки то есть тогда когда необходимо защитить кожу максимально данный вид увлажнения недопустим при длительном использовании почему потому что а есть такое понятие сухие руки хирурга хирург постоянно находится в перчатках нет нет испарения транспитермальной потери воды соответственно рано или поздно корнеоциты тоже начинают набухать за такой постоянно недопуска воздуха и в итоге билипидный слой еще больше нарушается и так далее то есть данный тип увлажнения мы можем только временно корректировать ту или иную ситуацию также он допустим для очень сухой кожи об этом мы тоже поговорим но только временно следующий этап это ловцы влаги он имеет два этапа первое это влажный компресс к ним относятся полигликоли полисахариды в том числе ироновая кислота хитозам пектины и белковые молекулы животного и растительного происхождения дн а гидролизаты то есть это все компоненты которые не проникают глубоко спиются на уровне рогового слоя имеют способность притягивать не держать влагу а второй момент это глубокое увлажнение это компонент увлажнения натурально увлажняющего фактора различные аминокислоты низкомолекулярные компоненты в том числе гиалуроновая кислота которая имеет способность более глубоко проникать и там также удерживать влагу следующий метод увлажнения это восстановление липидного барьера здесь мы можем работать трема ключами первый ключ это природные масла практически любые масла содержат в том или ином количестве незаменимые жирные кислоты то есть это кукурузное масло богато омега-9 масло ши но самое лучшее масло это масло который линолевое которые омега-3 именно противовоспалительное еще соответственно желательно его обогащать а еще есть такая рекомендация можете прислушиваться можете нет но рекомендую для людей очень сухой кожи использовать растительную линую масло для заправок салат и так далее второе это физиологические липиды а к ним относятся церамида холостерина и свободные жирные кислоты церамиды то есть как бы должны указываться на упаковке препарата которую вы приобретаете и третий метод это антиоксиданты различные витамины особенно жир растворимый в том числе витамин е имеет тоже липидную структуру может тоже страиваться в липидные пласты следующий этап увражнения 4 это осмос это принцип различных термальных вот и так далее но здесь есть одна особенность вы должны понимать что вода натягивает влагу да но при условии если очень хорошо как бы влагоудерживающие точнее влажный воздух если это на море то это допустим что там достаточно хорошая влажность но если это допустим перелет как часто пользуются почему-то то данным методом вы еще больше сможете сушить кожу поскольку соль она будет натягивать изнутри кожи а тактика правильного увлажнения мы разделили на 4 категории кожи и давайте разберем первая категория это транс эпидермальная потеря воды повышенная она самым при этом норме соответственно склонной к сухостью кожи а здесь будут нарушение липидного барьера то есть изменение липидного состава нарушение целостности соответственно да то есть либо частично удаление либо разрушение билипидного слоя а какая коррекция коррекция липидного состава то есть незаменимыми жирными кислотами либо церамидами это оптимально будет увлажнение по типу влажного компресса то есть на роговом слое компоненты которые удерживают и притягивают влагу и увлажнение по типу окклюзии но внимание в начальный период то есть в какой-то определенный период вы используете после чего переходите на другие типы увлажнения а следующее это транс эпидермальная потеря воды повышенная и сэбум тоже повышенный это обычно обладатели проблемной кожи когда хочется очень быстро получить результат и пользуется к сожалению различными присушками которые разрушают билипидный пласт а сэбум регулируется как мы знаем гормональными фоном соответственно сэбум в избытке но при этом кожа более чувствительная раздраженная и имеет все признаки сукости то есть шелушатся стянутость и так далее а здесь изменение в липидных составе межклеточных липидов и повышенная секреция сэбума то есть липидов кожного сала а что мы должны делать во первых мы должны исключить воспаление соответственно нормализировать активность самых желез первое что мы занимаемся это все-таки той проблемой с которой к нам обращаются с высыпаниями но после этого или во время этого мы еще корректируем с помощью либо масел да как неудивительно да почему потому что некоторые масла они могут встраиваться и могут быть комендоенными для даже масло с маслом контактирует но в данном случае они будут более доминантны потому что некоторые масла омега например 3 да имеют противовоспалительный эффект и в данном случае временно укрепить липидную структуру мы сможем с помощью данного метода и а безусловно увлажнение по типу влажного компресса на протяжении и высыпаний и пост высыпаний мы используем постоянно следующее это транс эпидермальная потеря воды на повышенное и сэбом понижен то есть сухая атопическая кожа а здесь увлажнение по типу влажного компресса как вы видите а по необходимости мы применяем столько сколько необходимо затем а мы переходим точнее первое что мы делаем это имитируем кожный сэбом окклюзию создаем затем мы переходим на увлажнение по типу влажного компресса извините и компоненты натурального увлажняющего фактора и когда все в норме то есть мы просто молодая кожа в основном мы просто увлажняем с помощью натурально увлажняющими компонентами какие-то да чтобы помочь кожу как можно дольше сохранить данное состояние а когда мы характеризируем как бы из точки зрения увлажнения препараты да тогда мы должны понимать что есть препараты которые увлажняют есть нейтральные и есть препараты которые подсушиваются к нейтральным относятся обычно продукты на водной основе и эмульсии масла в воде а увлажняющим таким питательным в кавычках это эмульсия вода в масле и продукты из масляной основы обычно это такой зимний период мы рекомендуем либо для людей с сухой кожи есть компоненты подсушивающие обращаю ваше внимание на то что эфирные масла которые сейчас добавляют уход за проблемной кожей они являются летучими веществами не относятся к маслами как таковыми поэтому они имеют эффект подсушивание обращаю ваше внимание на это анализ рецепторы во первых изучаю как бы препараты то есть указанных ингредиентов а затем оценим достаточно высокое качество этих ингредиентов доверяем этому бренду или нет определяем какой увлажнитель является окклюзивным то есть а какой больше как ловец к влаге глубокое увлажнение либо поверхностный компресс мы определяем и может ли средство использоваться в условиях низкой влажности окружающей среды то есть мы должны всегда понимать что есть компоненты особенно которые на кожи не глубоко проникают которые будут тянуть влагу в любом случае по своей химической структуре и они будут тянуть либо с кожи либо с внешней среды по этой причине чистая галуроновая кислота не используется например в зимний период именно потому что в зимний период более сухой воздух а какие препараты мы вам рекомендуем и что мы хотим предложить обращаю ваше внимание на линию гиалуроник плюс эта линия разработана с атопическим таким уклоном она подходит в принципе для кожи а с атопическим генезом что здесь важно что во первых есть два крема первый крем это увлажняющий и нормализирующий гиалуроновый крем какие показания это а нормально комбинированная кожа кожа жирная не склонная к воспалению обращаю внимание потому что если склоны к воспалению мы не церамиды являются приоритетными какие-то свободные жирные кислоты и сухая кожа в летний период из активных ингредиентов здесь есть метод влажного компресса то есть это запатентованный комплекс на основе гиалуроновой кислоты есть глубокое увлажнение это натурально увлажняющие факторы есть физиологические церамида это церамида 6 здесь применяются антиоксидант это витамин Е и пантенол и природные масла это подсолнечное масло следующий с той же линии но более активный то есть активно увлажняющий гиалуроновый крем а здесь показания нормальная кожа в зимний период и сухая кожа метод влажного компресса насчет запатентованного комплекса глубокое увлажнение церамида 6 антиоксиданты витамин Е и пантенол и природные масла следующее это маска с данной линии с данной линии маска если мы работаем с комбинированной жирной кожи мы эту маску смываем если мы работаем с сухой мы промыкаем просто салфетками излишки показания комбинированная кожа кожа жирная не склонна к воспалению сухая кожа нормальная кожа и кожа после инсоляции интенсивно увлажняющая гелевая сыворотка на основе трехпроцентной уронной кислоты из них одна процентная уроновая кислота и два процента уронат натрия а здесь показания нормальная комбинированная кожа кожа жирная кожа склонная к воспалению она не будет мешать и проявлять комендогенность понятно да сухая кожа но при условии если вы наносите сверху какой-то лепидный крем метод влажного компресса и уроновая кислота и глубокое влажнение тоже за счет и уроны кислоты низкоморкулярных источников мультивитамин это тот случай когда есть кожа комбинированная и склонная к высыпанию тогда вы можете предложить данный компонент здесь больше всего антиоксидантов что очень хорошо жирорастворимы в том числе есть а и природные масла что комбинируется с воспалением лепидные компоненты это масло виноградных косточек оливковое масло а есть такой же с этой серии более питательный он больше назначен для нормальной кожи комбинированной кожи зимний период и сухая кожа в летний период а богат антиоксидантами что очень хорошо в летний период для сухой кожи и также липидным комплексом а следующие это разглаживающий морщин крем с коллагеном коллаген это структурный белок соответственно показания нормальная кожа кожа с первыми признаками старения сухая кожа здесь есть три вида галуроновой кислоты соответственно мы решаем вопрос влажного компресса так и глубокого увлажнения есть антиоксиданты дам витамин c и пантенол и природные масла масло бабосу а еще один крем для возрастной кожи это крем из линии шантарель то есть нормальная и комбинированная кожа кожа с признаками старения сухая кожа в зимний и летний период антиоксидантами а и е и природные масла кофейные масла еще один крем для кожи уже более жирные дан а то есть нормальная комбинированная кожа жирная кожа кожа с незначительными высыпаниями а снова таки кожа с признаками старения и сухая кожа основа всего являются и луновая кислота низкомолекулярные и высокомолекулярные пептиды здесь есть активный антиоксидант антиэдж эффект дает активный ингредиент и витамины а если кожа склонна к воспалениям то обязательно мы назначаем что-то из линии антиакне чем хорош крем тем что он всегда от лекарства тем что на основе того что там есть какие-то ингредиенты которые будут нивелировать воспалению есть еще уходовые компоненты поэтому данный крем предназначен для кожи склонной комбинированной кожи нормальная кожа в летний период и кожа когда транспидермальная потеря воды повышена и сэбом повышена нормализация сэбом продукции и уход антиоксиданты витамины b5 и природные мысла как и обещали до протоколу европейскому в принципе да масло семян подсолнечного и масло семян черной смородины с этой же линии есть антибактериальный ремонтирующий крем данный крем идеально подходит более дневное время кожа склонная акне комбинированная кожа и нормальная кожа летний период чтобы не было каких-то высыпаний для кожи из аппаратных методов что мы предлагаем это может быть либо фонофорез ультразвуковое внедрение либо ионофорез с помощью как бы гальваники фонофорез 5 10 процедур ежедневно или через день какие компоненты мы предлагаем это витамин е гелия ампульные растворы коллаген эластин хитозан гелия с гиалуроновой кислотой ионофорез те же самые компоненты только здесь есть свои особенности то есть например витамин е и алоэ может внедряться как и плюсовым минусом гелия ампулированные коллагены эластиновые хитозаны внедряются с помощью минуса из наших препаратов торговая марка на рель увлажняющий коктейль гиалуроновой кислотой и тригалазой соответственно внедряем минусом гиалуронат натрия лакричный белый чай тригалазой и уроновая кислота ну как бы по тому протоколу что мы говорили обычно либо фонофорезом либо ионофорезом этот же гель который есть в постоянном уходе у нас есть и профессиональный то есть 3 процента и уроновая кислота внедряем с помощью минуса тоже можем работать с помощью аппаратов также коктейли корректирующие морщины с аминопептидами то есть здесь есть два типа пептидов тимфуа пилурат только тринол там прям тоже минусом и коллагеновый коктейль с обогащенный трехкомпонентными уроновой кислотой экстрактом фитоплантона морской водой микронидинг и мезотерапия понемногу не очень часто причины сухости мы уже в принципе назвали но еще раз акцентирую внимание это стенки клеток кожи истончается не производит натуральный увлажняющий фактор сальтные железы гипофункционируется нарушается жирный жизненный цикл клеток основные задачи от укрепления клеточных либран замедление накопления кератина клеток стимуляции обменных и реанитурных процессов и оптимизации кожи и уроновой кислотам являются преимуществах айбретин сульфат дексапантенол дн гель с помощью мезороллеров и дермоштампа можем внедрять некоторые например коктейль мы можем внедрять папульно микропапульно интрадермально и напажем а суплементы сухая кожа несколько слов основа основ это жирные кислоты я думаю вы уже поняли с нашей презентации это соответственно обогащаемый рацион а либо какими-то суплементами свой арсенал основой являются конечно же кислоты омега-3 омега-9 больше всего мы хотим омега-3 проблема почему потому что больше всего он находится именно в рыбном происхождении а есть такой суплемент в кавэге наших партнерах мы используем две капсулы применяем утром и вечером и второй суплемент который способствует правильной кератинизации здесь обогащен витамином а и c что очень важно цинк также есть он нивелирует какие-то воспалительные процессы если есть витамин а является вообще витамином кожи для кожи источник кремния тоже необходимо и витамин c для синтеза коллагена рекомендации данный один раз в день затем крепкие сосуды и молодость то есть витамин c биофлорноиды коллаген тоже является доминантом в уходе за особенно забезвоженной кожи сухой так и забезвоженной а рекомендации полсошельного стаканчик воды запиваем и не применяем если есть а спасибо огромное за то что были с нами посмотрю есть у нас вопросы спасибо огромное до новых встреч